Приветствую вас братья самогонщики и хочу сегодня показать вам одну вещь, которая уверен будет полезна некоторой категории самогонщиков. Смотрите, что у меня есть. Мешалка на бочке. Для чего нужна мешалка на ферментер? Ну, наверное, те, кто занимается зерновыми и какими-то фруктовыми брагами, сразу же поняли суть идей. Итак, бочка у меня обычная, 200-литровая, и на ней стоит мешалка. Каким образом все это удалось поставить? Сделал мне Алексей Сусалев. Алексей Сусалев это тот человек, который выпускает самогонные аппараты для самых продвинутых самогонщиков. И вы знаете его как компанию Вечный Зов. Ну, скажем, не компания, а мастерская Вечный Зов. Так вот, родилась у меня такая идея поставить мешалку на ферментер. Подумали мы с Алексеем, как это сделать, и вот что придумали. Смотрите, вот такая пластина из нержавейки. Ну, пластина, наверное, миллиметр. Довольно-таки толстая. На эту пластину приварен кламп на два. С другой стороны крышки точно такая же пластина. Все здесь стянуто болтами, то есть мешалка здесь стоит вообще мертво. Как видите, я даже никакой обруч, никакой хомут не застегнул здесь. Нет надобности. Просто крышка плотно одевается, и все. Внутри, естественно, Алексей сделал мне саму мешалку, сами лопасти. И вот сейчас в этом ферментере у меня готовится брага из ржаной муки на кодзях. Муки здесь 40 килограмм, ну и порядка 160 литров воды. И вот эта мешалка включена у меня через вот такой циклический таймер. Видите, он просто втыкается в розетку, а в него уже вилка мешалки. Здесь я настроил программу. Один час простой мешалки и одну минуту мешает. То есть мешалка через каждый час включается на одну минуту и размешивает сусло. То есть это очень-очень удобно. Не нужно открывать ферментер, не нужно постоянно ходить и перемешивать. А кто занимается зерновыми брагами, те знают, что желательно первые несколько суток, хотя бы трое суток, через каждые 2-4 часа ходить и мешать, и сбивать вот эту шапку, которая сверху образуется. Кроме того, смотрите, на этот ферментер я поставил гидроуровень. Что он из себя представляет? Вот такой сантехнический уголок на одну-вторую. Это сверху. Он здесь, этот уголок, под пластиковую трубу. И видите, здесь есть такой небольшой штуцер. На него одет силиконовый шланг, шланг на 14. Внизу у меня стоит тройник. То есть к верхнему концу тройника подключен этот силиконовый шланг. Центр, естественно, врезан в саму емкость. А вот к нижнему подключен у меня сливной кран. То есть там кран со штуцером. Можно всегда открыть и слить. Но вот почему-то я по своему так недоразумению взял и поставил бочку прямо на пол. А надо, конечно, поставить ее на небольшое возвышение. Но в следующий раз это исправлю. Потому что всю эту систему я сделал буквально перед тем, как поставить в ней вот эту брагу на муке. Сейчас это все обкатывается. Ну, пока что все отлично. Мешалка включается по программе. Все перемешивает. Брага никуда не убегает. Потому что нет вот этой шапки. Гидроуройн. Смотрите. Сделаны вот здесь такие, как окошечко. Кстати, это просто обычный, как вы, наверное, уже поняли, кабель-канал. С той стороны я его завел. А с этой стороны вот нарезал такие небольшие соединительные соединения. И я наливал воду и смотрел, сколько это. Ну, вот у меня получается так, что вот этот нижний уровень это 40 литров. Здесь 30 литров. Ну, ниже поставить кран не было возможности. Иначе бы, если бочку поставить на пол, кран бы начал упираться. Поэтому я сделал так. Пока что у меня руки не дошли нанести здесь нумерацию. Я ее, естественно, нанесу. И здесь еще внутри трубки у меня такой красненький поплавок, который поднимается. И все видно, сколько литров. Так, вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. Ну, если кого-то заинтересует такая система. У кого-то есть, допустим, мешалка. Или, может, кто-то приобретет мешалку, чтобы как-то свой этот процесс постановки зерновых и фруктовых брак автоматизировать. Можете, конечно, и обратиться опять-таки к Алексею Сусалеву. Сделает он вам за определенную денежку вот такой гаджет. Ну, а пока на этом все. Все.